Далеко-далеко на лугу пасутся ко, правильно, коровы. Сегодня мы будем пить самое вкусное молоко в поселке Каменском в Ленинском районе. На далеком берегу Азовского моря, где берет свое начало Арабатская стрелка, расположился небольшой поселок Каменская. С одной стороны от него под мощными порывами ветра бушуют морские волны, с другой – высушенная солнцем степь. А на окраине самого поселка стоит ферма нашего героя. Вот как раз коровы вместе с овцами возвращаются со своей привычной прогулки и радуются встрече с хозяином и его гостями. Кажется, в нас они тоже видят знакомых деревенских жителей, которые, как и наш герой, привыкли создавать свое счастье в тишине и гармонии сельской жизни. Спокойное то, что вот свободно, спокойно, суеты никакой нету, загазованности нету никакой. Не надо бояться машин, пешеходу, что с ног собьют, вышел и ведешь себе. Если одна корова или собака на встречу попадет, хорошо. Уже приятная встреча. Да. Я родился в Средней Азии, в Самаркан. Ну, в районном центре жили, детворами бегали, школа, хлопок, голубей, птичек разводили, как бы типа. Потом начали потихоньку переходить барашки, ну, как любители вот так. По выходным делать нечего, у нас там были рынки большие специально, где птиц продавали, голубей, коров, быков, барашек. А потом уже вот после армии приехал сюда и вот попал в село. Я вообще сам водитель, потом на базу отдыха устроился водителем. Ну, заработок совсем маленький был, оклад. Ну, и как в селе живу, разводил обратно птичек, уток, курей, быков, коров, да, и голуби были тоже. И как бы вот так, лошади были. А потом вот земли начали давать, взял для, чтобы корма все время не покупать, что-то для себя выращивать. Потом получил селку купил, потом получился старый трактор купил. Вот так вот, так пошло, поехало. Тут раньше при соухозе, все при работе были. Тут земли, почти около трех тысяч гектаров земли только, отделение. Вот. А потом вот это все развалилось. Многие поуезжали там. Некоторые наоборот приехали. Зона моря отдыхающие приезжает. Из Киева едут, из Москвы, из Калуги, в общем, со всех. То есть теперь сельские жители именно курортной сферой занимаются. Да, вот в основном, кто раньше в соухозе работал, они потихоньку ближе к морю начали строить домики там под отдыхающих, магазины. Но все же начиналась история фермы с приобретения земли, с выращивания зерновых культур, которые и стали кормовой базой для животных. Хотя в этом регионе именно зерновые считаются очень рискованным занятием. Раньше еще давным-давно давали земли ЛКХ. А в деревне по-любому КРС держали, барашек, то, сё. И вот оно пошло, пошло. И тут получилось, Россия пришла, а поля пустые. Вот это строение было свободное. И люди мне предложили, возьми земли, обрабатывай. Обрабатывай, и нам будет хорошо, и тебе. Ну, это уже как бы людям, пайщикам выдаем мы. Ну, что, аренды земельные. Как бы часть уже сдали, часть на семена, часть на корма. Уже все склад сложили, как бы. А вообще выращиваем пшеницу, и очмень, кориандр, и горох был в этом году. Стараемся выращивать, ну, продовольственный товар. Ну, продовольственный и для скота идет, как бы. Получается, из того, что вы выращиваете, ваши животные что едят? Ну, и гороха чуть-чуть даем. Вообще, в основном овес, ячмень и чуть-чуть пшенички добавляем. И сено. Коровам вкусно? Вкусно, да. Они аж прыгают, когда уже время подходит кормить их. Ну, давайте к той кучечке подойдем тогда, да, там чуть-чуть семян видно. Я просто много лет жила в деревне, и мы люцерной кормили кроликов, но я никогда не сталкивалась с тем, что у нее вот ее семена никогда не видят. Семена, да. Вот мы убрали чуть-чуть на семена, еще подсеять хотим. У нас сейчас сколько, где-то гектаров 50 есть. Ну, а нас каждым годом вот мыши там вредят, потом чуть-чуть вот когда косишь бывает, повреждения растения получает. И с каждым годом реже-реже он становится, и досилаем как бы, ну, на новые площади. Надо обязательно и в хранилище заглянуть, чтобы оценить в полной мере, много ли зерновых, бобовых и сена получается заготовить в таких засушливых условиях Крымской степи. Посмотрите, как здесь классно, как много здесь сена. Мы сейчас увидим, как много здесь зерна. Фахри, скажите, это помещение достаточно большое, а как, что здесь раньше было? Ой, раньше, это, ну, здесь при Союзе или как при совхозе, тут выращивали быков. Там базы были, здесь вот двери позаложенные. Двери, ну, это уже что-то обновили. Стены выше подняли, крышу поменяли. А потом уже, когда вот это все развалилось, это сделали как подзерно-хранилище. Что еще здесь есть, что хранится? Вот мы видели там часть зерна и часть здесь, получается. Ну, тут вот горох то, что сдали, а это вот как бы, типа, вот такое оно качественное. Просто уже машинка не брала тут, и этот, не стали, да, гружать этот горох. А это чистили когда половинки, ну, там, курочком, мурочком как бы. А вот это пшеница, вот. Ну, часть здесь посеем. Может, эту часть, может, ту. И часть как бы, типа, будет на корм, ну, скармливать. То вот мешка кориандра уже свозили, почистили, зафасовали, уже сеять начали мы его. Слушайте, когда много зерна, обычно бывают грызуны. Есть такая беда с этим, да? Есть, да. Ну, как частично кошек запускаем сюда. Ёжики бегают, вот это следы ежей, вот. Самые главные защитники от грызунов. Они их ловят или что, ёжики. Среди местных вредителей ещё стоит отметить ворон. Но они уже не в хранилище ищут добычу, а охотятся в саду на миндаль и абрикосы. Сад этот появился здесь за несколько лет до фермы. И точно так же, как и всё вокруг, страдает от недостатка воды. Но наш герой старается и о деревьях заботиться как можно лучше. Вороны, как урожай, начинают созревать. Их вроде нет-нет, а они как чуют или знают. И вот в течение день-два и всё подчистую, как бы, выклёвывает. Весь миндаль. Да, весь миндаль почти. Уже вот три года как бы он родит нормально. И вот осторожить сидеть тут нам некогда. Ну, уже лет по десять где-то этим деревьям, может, чуть больше. Ну, мы планируем ещё досадить деревья, где пропали, вот это, средних сортов там. Ну, яблони, груши там. Если когда летом люди работают, чтобы когда отдыхать, пришли, нарвали, покушали там. Миндаль неприхотливый, он и без воды растёт. Просто чуть-чуть ухаживать надо. А у нас не хватает времени. А в селе работать никто как бы не хочет. Или если даже хотят, то их не устраивает. То, 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 как бы причину находят. Ну, вот сейчас технику мы поделали, вроде как молодёжь пошла это учиться. Может быть, вот приходят, а обычно просятся практику там пройти, то, сё. Ну, в дальнейшем, я думаю, будет нормально. У меня вот сын Эльдар, он вот тоже отучился в техникуме. Получил водительское удостоверение на трактор, на комбайн. В общем, полностью механизатор. Вот, благодаря ему, он, в общем, и на комбайне, и на тракторах, я так поддерживаю. И на машинах, если надо. Как бы всё вместе мы делаем. Ну, нравится ему этим заниматься? Нравится. Ну, коровке нравится, барашке. Как-то всё время в деле. Даже некогда там курить или пиво ходить пить. Потому что постоянно и за рулём, как бы, алкоголь употреблять нельзя. А уже вечером устаёшь, и всё, никакой отдых. Помылся и отдых. Утром встал в стороне, а я обратно. Коровой, поля, и пошло, поехало. Сын Эльдар так и не смог, хотя бы на минуту, отлучиться от дел. Вот только что был здесь. А теперь уже верхом на лошади. А уже через мгновение осматривает пришедшую с полей технику. Или вновь. Скорее спешит сесть за руль трактора. Грузить тюки сеном. Это пресс-подборщик называется. Мы им тюкуем сено, солому. Ну, заготавливаем на зиму для скота, как бы, кормаем. Удобно просто. А он делает, как кирпичики. Складываешь, возишь. Зимой достаёшь и скормлюешь. А вот рядом этот вот новый трактор мы взяли на лизинг. Вот мы этим трактором тоже и поля опрыскиваем, и так сено возим. Ну, как бы удобный, нормальный трактор. А получается за рулём лихачить на тракторе? Ну, нежелательно. Смотря, в общем, управляем, смотря, какой агрегат с собой тянешь. Например, вот опрыскиваем поля. Там, например, надо вылить на диктар 200 литров воды. Мы рассчитываем скорость. Рассчитываем вот это по скорости, вот по диктарам получается норма. Сеем. Если поля как бы хорошо обработаны, сроки поджимает или что-то, скорость добавляем там, получается, 14, 12, 13 километров в час. А если на легке, 6-7 километров в час. Ну, сильно не разгонишься. Да, на поле сильно не разгонишься. Теперь идём в гущу событий, то есть поближе к животным. Одни коровы тут ведут важные переговоры. Другие решили прилечь и отдохнуть, словно коты под лучами жаркого солнца. Ну и овцы ещё. Они с коровами солидарны. Некоторые укладываются рядом. Под коровьим боком лежать вдвойне приятно. И это чистое везение, когда появится возможность на секунду взять на руки и обнять крохотную овечку. Смотрите, что мне досталось. Деревенское счастье. Новое, хорошее, пушистое. Вот такое. Да. Овцы как-то привыкли с коровами. И мы не стали специально их отделять, отдельно пасти, отдельно кормить. И вот как-то легче получилось. Они идут с коровами и идут обратно с коровами. Ну и надо сделать отдельный загон тоже как бы типа для них. Но они дружат. Дружат, да. Даже есть баран, корову сосет. Барашка подходит, сосет. Сколько надо молочка напьется. Уже большая, уже триличь. Уже мамкой стала, еще корову сосет. Ну овцы, сейчас вот они начнут массово катиться. Декабрь, январь, вот февраль. Вот этот период. А коровы вот уже с октября где-то начнут телиться. И основной массовый, вот осень глубокая и зима. А весна чуть-чуть, потом лето, ну так себе. Ну лучший самый хороший, вот этот отел зимний. Телята здоровые, хорошие рождаются. В основном коровы сами телятся. Ну если бывает такая вдруг загвоздка, первотелка или что, бывает, поможем. Радость сразу его этот, на соломку или на тряпочку. Мамки подкладываем. Мамка облизывает. Если не облизывает, сами протираем. Ну а он мокренький, чтобы высушить. И там буквально час-два он уже поднимается на ноги и пытается покушать. А это наши крымские степные красные коровки. И вот они чуть-чуть смешиваются. И вот уже масти другие. Черно-белые рождаются. Красно-белые. Они у меня как приученные. Вот летом они тут находятся. Ну днем на пастбище, ночуют тут. Ну чтобы в сарае им жарко не было, время подходит. Они идут в сарай, мы их привязываем, кормим, доим. Потом обратно запускаем сюда. Зеленых кормов как бы нету, а их заготовить для всего техника нужно. Люди нужны. На пастбище тоже все посохло. И как бы двухразовая дойка. Вот зимой будем, когда хорошо кормить, нам будут стоять стоили. То три раза. Весной три раза, пока зеленая трава там. А как вообще коровы зимуют? Не холодно им? Они, в принципе, лишь бы не мочились, а из сквозняка не было. Ну в сарай мы их загоняем вообще-то. Тут постоянно ветра, постоянно слякоть. Или снег мокрый, или моросит. Им холодно на улице, заболеют. Кашлять начинает, сопли начинают идти. Лечить потом надо. Сейчас они ходили, ходили, устали. Хотя сейчас они напились, постоят, потом полежат. Вот майка еще есть. Майка, ты будешь стоять. Эта коровка как бы хорошая, молочная. И у нее сейчас теленок есть, да? Да, теленок. Вот. Один не ешни, а один этот такой шустряк подсасывает. Ну. У него вся мордочка в молоке. Если всех доить, не успеваем просто это самое. Это еще все переработать надо. А этих приемных пунктов нету, молоко забыть. И вот телят пускаем. Ну, выборочно, в общем, доим. Чуть-чуть и доим, чуть-чуть и сосуд как бы. Хотел ведь вот на семейный грант вот это молочное оборудование приобрести. Стерилизировать молоко, расфасовка, то все. Но пока не получилось. Обычный грант это для вот первое вот это. Течение там. Да, начинающим дают. Ну, сейчас до трех миллионов вроде дают. А начинался с одного миллиона. Ну, на развитие, на приобретение. В общем, составляешь бизнес-план. А семейный уже вот после того, как первый грант получил, уже если есть желание дальше развиваться, увеличить. Вот семейный грант как бы. Ну, плюс и семья работ. Ну, по-любому семья работает. Хоть она зарегистрирована, но официально. Хоть не официально, потому что один сам все это не сделаешь никак. Сейчас это к нам придет. Зорька сейчас к нам придет. Бодаться будет? Нет, не бодается она. Зорька, Зорька, идем. Вообще мы ее приобрели вот с грантовских денег. Это я когда закуплял коров, и там соседи, а у них коровка и вот эта телочка была. Ей было, ну, где-то год и восемь месяцев. Они говорят, на мясо только не сдавай, говорят. Я говорю, на мясо я не беру, я беру на развод. И они за ней ухаживали, смотрели, как за ребенком. Она поэтому ручная. И вот я ее забрал, она уже у меня три раза, два раза точно телилась уже. Вот сейчас будет третьим или четвертым. Вот у нее животик уже большой. И вот она как бы, ну, мы вообще ни ее, ни животных как бы не обижаем, ни бьем, ни это самое, потому что все. Смотрите, что происходит. У нее настроение поднялось уже, чуть-чуть похвалили. Да, Зорька. Среди помощников на ферме есть не только люди, но и весьма трудолюбивые четвероногие. Работают наравне со всеми. И наравне со всеми получают награду – завтрак, обед, ужин и обязательное объятие от заботливого хозяина. Пешком как бы не набегаешься и машины везде не проедешь. Вот приобрели эту малину летом, в начале лета. И вот как бы на ней корову пасем, ну, выгоняем на пастбище, пригоняем. Она уже обучилась всему? Да, она вообще была где-то на ферме уже до нас. Как бы она к коровам относится хорошо, дружит с коровами. И, похоже, к вам она тоже хорошо относится. Знаете, что хозяин добрый, да, Малина? Она у нас кушает камдикором утром, вечером, в обед. И с коровками вместе тоже пасется. Вот оставил ее, она не отходит, ходит рядышком. Не надо бегать, ловить. Не надо целый день на ней сидеть. Доехал до пастбище, слез, все. А это тоже друзья с батального фермера дали. Я был у них в гостях, и у них как раз сучка. Он маленький шиночек был. Сказали овчарка, ну, может, помесь какой-то. Вот я его привез, бросил, и вот он все время с коровами. Где-то теленок или корова прилегла, и он рядом ложится, не уходит. Бывает и на ночь, бывает вот так прозеваем, или не успели, стемнело. Все, он не бросает ни корову, ни теленка. Переживает, чтобы не пропало, не осталось, не потерялось. А волков нету? А, барашки в загоне позапрошлом году. Ну, залетели волки с ночью, и порвали тогда голову. Я даже уже не помню, Эльдар помню. Ну, где-то 6-7 голов порвали этот барашек. Ну, это ужасно, да. И после этого стало тихо. Ну, они этот, тогда были маленькие, это ему сколько уже? Где-то 3 года, наверное. Сейчас охранник на отдыхе. Да, он на отдыхе. Вот, они вот возле кобылы, вот сейчас, когда вечером домой придут, все возле кобылы нахуй. Вот у них территория здесь, вон второй. А они даже кушают, если захотят, туда не идут, надо их прийти здесь покормить. Там тоже так лапки сложил и отдыхает. После приятных объятий с коровами и овечками самое время попробовать продукт, над которым они трудились. Если в том, что касается молока, животным помощь не особенно нужна, то вот сыр и сметана – это уже заслуга жены нашего героя. Само собой, именно так все дни и проходят. В заботе о животных, в работе, на полях. И если есть время думать о счастье, то больше по вечерам, когда все накормлены и уложены отдыхать. А настоящее счастье только в этом и есть, если ты точно знаешь, что каждый из множества дней здесь прожит не зря. Население как большое, тем более курортная зона, да, Крым. Очень много людей едут и не хватает просто вот это овощей, мяса, рыбы, ну продукции. Всех надо кормить. И нужно кормить вкусным и чистым. Вкусным, чистым, да. Они у меня вот свежий воздух, на природе живут. Тут много еще лекарственных трав растут, они это шипают как бы, типа. Ну тут у нас заводов нету, фабрик нету, все чисто. Если честно говоря, вообще не отдыхаем. Ну если какие-то друзья приедут, или однослуживцы, или односельчане, тогда уже все бросаем. Или быстро скот, все покормим, сразу 2-3 порции, и идем тогда с ними вместе, вот, покупаемся, погуляем. А если никто не приехал, значит, никогда нам туда ходить, купаться, отдыхать. Мы их, короче, любим. Они нам дают как бы удовольствие, прибыль, молочко, телят, мясо, как бы. И вот то, что выращиваем, отходов как бы у нас почти нету, им скармливаем. Но и они отвечают взаимности, правильно? Да. Они тоже вас любят. Зимой делать нечего, пришел, и вот кормишь их, поешь, чистишь. Они стоят, кричат, что-то дергается, воду дай попить, или подкинь сено побольше. Кажется, что вот-вот заговорят. Да. Хлеб, да, хлеб на первую очередь, хлеб выращиваем, сдаем. Это забирает в пекарню, делает бублики, булочки, хлеб, все едят. Мясо, молоко. Ну, как бы приятно вот то, что... То есть эта польза, она приносит счастье? Да, счастье, да, вот то, что... Вот на рынок даже привез молочку, лаборатории берут анализы, говорят, у вас самый такой продукт качественный. Да, люблю, втянулся в это дело, да, вот как бы уже как крови. Вот без этого никак. Надо идти сеять, убирать, кормить, поить. И вот удовольствие от этого, тут и проблемы, удовольствие, все в одном общем. Редактор субтитров А.Семкин